Девчат, всем огромный привет! В этом видео хочу вам показать косметические покупки из магазина Золотое Яблоко. Я в одном влоге вам недавно показывала, что у нас открыли Золотое Яблоко. Я вышла без покупок, но, конечно же, спустя некоторое количество времени вернулась в этот магазин, потому что кое-что привлекло мое внимание. Давайте же начинать. Кому интересно, я вас приглашаю к просмотру видео о покупке косметики. Покажу вот этот маленький пакетик. Это пакетик моей дочери. Она приобрела два шарика. Она очень любит принимать ванну с бурлящими шариками. И мы с ней взяли на стенде бурлящий шарик для ванн, который называется Лотос и Мимоза. Очень вкусно пахнет. Это Кафе Мини. 120 грамм бурлящий шарик. Вот здесь вот состав. Приятный, приятный аромат. И второй шарик, который ей понравился, это Ягодный лед. У него такой голубой вот цвет. Насыщенный. Тоже Кафе Мини. Малышка моя себе взяла. Значит, это мы с ней на выходе запищали. Хотя ничего не брали. Там какую-то наклейку из зубной пасты, что ли, забыли забрать. И мы с ней пищали и пищали. Охранники, в общем, пока нашли. Чек у нас, конечно же, был. Мы его предъявили. Все они сверили. Ну, в общем, нам за неудобства, за то, что нас задержали, нам вручили вот такой леденец. Вот. Так, а это девушка-консультант подарила моей дочке, как любителю косметики. Малышка так моя все выбирала, так интересовалась, нюхала. Девушка говорит, ну надо же, такая маленькая. Вот. Тут такой пион и мак. Лосьон для тела и рук. Очень приятный аромат. Здесь написано 24 часа увлажнения и сияния, да? Здесь вот даже написано, что это подарок, гифт. Мне очень понравился его аромат. Так, в этом пакетике все. Ну и дальше покажу, что в моем большом пакете. Вот это был подарок. Нам уже подарили его на кассе. Как я понимаю, это у нас солнцезащитный крем. Фактор защиты 30. Обязательно попробую. Я, кстати, сейчас думаю, что мне приобрести нужно вот солнцезащитные средства. Потому что, ну, на даче мы работаем, на участке с солнышкой и так любим позагорать. Я, скорее всего, закажу фитокосметик. Я брала в прошлом году средства от фитокосметик в таких мягких упаковках. Мы брали в Турцию. Такое было яркое солнышко. Ну, и вот мы использовали те средства и вообще не обгорели. И кожа была увлажненная, и загар долго держался. А средства были бюджетные. Так что я, скорее всего, склоняюсь к фитокосметик. Давайте же, что я приобрела. Взяла маленький кремик, потому что у меня в каждой сумочке должен быть крем. У меня есть сумка, с которой я хожу на работу. Есть такая маленькая, с которой я вот там, ну, по каким-то делам, либо выходные, соответственно, у меня такая, ну, через маленькая сумочка. И я взяла легкий увлажняющий крем для чувствительной кожи рук, который называется алтайская камелия. Тестеров не было. Я взяла, потому что прочитала слово алтайское. Алтай – это моя мечта. И вообще мне очень нравится алтайская косметика, алтайский чай. Я верю в силу этих трав, растений, которые выросли в прекрасной экологии, в прекрасных, да, таких экологических условиях. Поэтому было много всяких кремиков, но я взяла вот этот. Здесь 30 мл. Покажу ему текстуру и сейчас заодно ручки сразу смажу, потому что вижу, как это мне немножко не сухая кожа рук в камере. Сейчас приду в порядок. Одну секундочку. Я просто только что снимала видео о покупках в Икее. Хочу сейчас все покупки разобрать, обновить коврик, обновить сидушки, прибраться, навести порядок. И также немножко перебрать свои вот эти косметические все мероприятия, как-то организовать, чтобы более была у меня такая хорошая, удобная организация моей косметики. Так, не размазала я крем. В общем, на мой взгляд, очень симпатичная упаковка у этого крема. Удобный формат, небольшой, удобно носить в сумочке. И вы знаете, очень приятная текстура я сейчас нанесла на руки и очень приятный аромат. Так что вот этим кремом я довольна. Посмотрим, насколько долго будет хватать действия. Но вот сейчас... Ой, Илюшка. Но вот сейчас достаточно комфортно мне. Что еще? Я взяла очень давно хотела попробовать вот эту хозяйственную серию от Минко. Хозяйственное мыло. Чистый кокос я взяла. Еще там было кофейное и лимонное. Думаю, ну начну вот с этого. Оно было как бы подешевле. Вот, попробую. У меня всегда есть на кухне средство для мытья посуды. Жидкое без... Но обязательно всегда лежит у меня кусочек хозяйственного мыла. Вот в этот раз я положу вот такое мыло от Минко. Вы можете почитать. Значит, эффективно оттирает загрязнение, бережно очищает, не сушит кожу, не содержит искусственных отбеливателей и синтетических ароматизаторов. Так, я вижу, что это мыло. Что-то я не прочитала, что оно больше подходит именно для стирки. Ну, должен у меня на кухне быть, потому что я тряпочки иногда вот эти кухонные стираю. В общем, оно у меня будет на кухне лежать. Так, и дальше. Ну, очень я давно хотела попробовать эту пасту. Причем я слышала на нее разные отзывы и не очень хорошие отзывы на нее, девчонок, которым я доверяю. Но, знаете, любопытство, оно все-таки превыше всего. Мне хочется самую попробовать. Паста дорогая, продукт такой нашумевший. Я взяла, по-моему, называется... А, классическая сильная мята, да? Паста от Marvis. Здесь 25 мл. Ну, попробую, но любопытно мне. Мне очень нравится ее дизайн. И интересно попробовать, ну, что же это такое. Сегодня же она отправится у нас в ванную комнату. Разные виды этой пасты Marvis в магазине Золотое яблоко. Это была самая дешевая, поэтому я ее купила. Ну, плюс люблю мятные ароматы, мятный вкус у пасты. Так, это уже детская зубная паста от 0 до 6 лет. Здесь идет она с экстрактом земляники. Не содержит фтор, а содержит частицы микрорепей, которые защищают и восстанавливают зубки, защищают зубки от кариса. Паста итальянская. Лина написана. Дочка выбрала. Я не стала ей препятствовать. В общем, мы взяли... Сейчас она у меня пользуется зубной пастой. Паста Дель Капитана. У нас тут и фрути. Была клубничная. Мы очень довольны этой пастой. Паста Дель Капитана. Но в Золотом Яблоке ее не было. Мы решили попробовать вот такую вот пасточку. В пустых баночках вам расскажу обязательно. Так, ну и для себя, девочки. Я смотрела тоже видео Танюши. Так, я подписана на девочке. И она очень давала хорошую... По-моему, у нее была распаковка от Леврана посылки. И она очень хороший отзыв дала на такой продукт косметический, как жидкие патчи для глаз. И мне так захотелось попробовать, что же это такое. В Золотом Яблоке все виды вот этих жидких патчей представлены. Но я выбрала автопати Леврана. Здесь одно нажатие, это два, соответственно, для двух глаз. Жидкие патчи комплексного действия автопати. После отличной вечеринки кожа вокруг глаз подвержена стрессу. Входит в состав эктаин и алоевы вера. Они снимают следы усталости. Витамин П устраняет отечность. Патчи выравнивают цвет, разглаживают. А так, разглаживают, придавая коже бархатистость. И еще здесь миллионы светоотражающихся частичек. И в состав этих жидких патчей входят экстракты водорослей, которые стимулируют обновление клеток. Идеальное средство, чтобы быть на высоте. В общем, это вот такое средство с дозатором. И хочу посмотреть, насколько тут примерно так. Это 60 патчей написано. Соответственно, на месяц должно хватить, потому что одно нажатие. Соответственно, на каждый, под каждый глазик получается. Буду наносить. Все вам тоже расскажу. Примерно месяц. У меня очень много мимических морщин. Я, в принципе, такая по натуре хохотушка. И еще я щурюсь. У меня плохое зрение. Очки я ношу на работе, а в обычной жизни не ношу. Но я думаю, что это тоже. В общем, у меня гусиные лапки. Но будем, будем, будем ухаживать. Так, вот такую штуку еще взяла. Стеклянные баночки с дозатором. Это у нас называется средство тонус твоего лица. Сыворотка 30 миллилитров тонизирующая. В общем, как я поняла, ее нужно носить вечером на очищенную кожу лица. Эта сыворотка разработана для того, чтобы снимать дневную усталость, оказывать эффект легкого лифтинга, подтягивать, слегка охлаждать и делать кожу более упругой. Вы знаете, она очень приятно пахнет мятой, в состав входит мята перечная, она тонизирует, охлаждает. Здесь также есть лайм, он дает общий такой освежающий, крепляющий эффект. Ламинария подтягивает. Фокус отвечает за антиэйдж. Зеленый чай тонизирует и стимулирует клетки кожи. Рекомендуется встряхнуть. Дальше нанести на чистую кожу, распределить массажными движениями. И после уже нанести свой обычный крем. Соответственно, вот здесь вы можете, кому интересно, почитать состав этого средства, нажать на паузу. Состав очень хороший. И выглядит это вот так. Берем. Буль-буль-буль. Очень такая приятная штука. Действительно, знаете, она такая вот приятная, она мгновенно увлажняет. И вот этот вот мятный аромат, и такая свежесть, правда усталость, как рукой снимает. Так, и последнее, что я приобрела, это тоже был продукт от Леврана. Давайте же откроем его. Это был вот такой малыш-кремик. Морожко-увлажняющий крем для век. Здесь 15 мл. Вот такой вот симпатичный тюбик. И давайте же почитаем, посмотрите состав. Это средство должно нормализовать водный баланс и поддерживать уровень влаги в клетках. Предупреждает появление сухости и ранних морщинок. Так, оказывает осветляющий эффект тоже экстракт арники. И помогает противостоять внешним факторам. Также вот можете посмотреть, кому интересен состав. Прям знаете, так качественно и симпатично сделаны вот эти вот оформленные эти средства. Приятно держать в руках, приятно видеть, приятно пользоваться. Так что вот такие у меня сегодня были покупки. И я надеюсь, что видео вам понравилось. Все, я тоже пойду убираться, хозяйничать. Желаю вам всего доброго, хорошего. До новых видео встреч. Пока-пока.